Доброе утро! 9 марта. 9 же сегодня, да. Это значит всех с прошедшими праздниками. С наступившими. С наступившими. Извините. А? Извините. Короче, с прошедшими и наступившими праздниками. И позавчера у нас здесь в офисе была встреча для мам. У нас уже становится традиционным делать встречи для родителей наших клиентов. 23 февраля была мужская встреча. 7 марта была женская встреча. Было около 20 женщин. Были лазучки, как обычно. Это к вопросу, что нам нужно научиться все-таки верифицировать людей, которые записываются к нам на встречи. Вот. И что опять я увидел? Были записаны были или те, кто... Были записаны, но они не были клиентами. Мы же сказали, что... А как их вы будете делать? Ну, я спросил. Причем некоторые лазучки сознались, а некоторые нет. Некоторые обнаружились только в конце. Значит, женщины показали себя, на мой взгляд, более, скажем так... Ну да, они более были такие открыты, более, больше интересовались. То есть видно, что они ближе к теме. И мужчины тоже молодцы, но женщины меня прям очень порадовали. Хотя опять все то же самое. Опять пичкаем детей. Опять заставляем доедать. Опять... Ну, в общем, по полной программе. Поэтому мы с ними поговорили. Мне кажется, что половина ушла в шоке, потому что мне для того, чтобы достучаться до них, пришлось им так разные метафоры приводить на тему насильственного вскармливания и так далее. Ну, я надеюсь, что хотя бы половина задумалась. Ну, давайте дальше по нашим новостям. Значит, методический отдел. У нас вышел в свет 20-й выпуск методической газеты. Я так понимаю, что это реанимация того, что было, да? То есть это такой возобновленный выпуск методической газеты, на которой мы по-прежнему тратим очень много времени на создание. Но считаем, что это очень важно, потому что мы хотим дальше поднимать-поднимать уровень того, как мы работаем с детьми. Есть в работе триканское-летнего лагеря. Всего их уже 18. И продолжаем редактировать методики февраля. Новости по ERP. Да что ж такое. Все как обычно, да. Мы вчера гуляли в лесу с Женей и с детьми. И когда вышли из леса, нас отругал работник заповедника, женщина, потому что она сказала, там вообще-то зубры бегают и кабаны. Что бы вы делали, если бы на вас выбежал кабан? Ну вот, может быть, я немножко простудился там. Это Приокский заповедник, кстати, рекомендую всем. 100 километров от Москвы. Уникальное такое биосферное место. То есть это вот как, именно как участок природы такой определенный, с воздухом вокруг него. Там живут зубры, кабаны и около тысячи разных видов растений. Так туда нельзя? Ну, туда можно, мы просто поздно приехали, поэтому ходили сбоку, по тропкам, не с официальным экскурсоводом. Короче, новости по ERP. Создан отдельный адрес baby-is babyclub.ru, куда партнеры могут направлять заявки на подключение тестовой версии. Поэтому те, кто хотят уже сейчас подключиться и начать использовать, baby-is babyclub.ru. По производству мы общались на KidsRush с производителями детских игрушек. Думаем, Даша, нет сейчас здесь. Думаем о собственном производстве. Мы пообщались с одним из лицензионных агентств и со вторым лицензионным агентством у нас на следующей неделе, по-моему, будет встреча. Мы, по сути, будем вырабатывать стратегию продвижения нашего бренда уже на детских товарах. На собственных, проприетарного производства и на других. Школа Белая Ворона немного задает этот вопрос на встречах с мамами и папами. Я всем говорю, что у нас пилот Самара-Ижевск, все расстраиваются здесь в Москве. Значит, мы готовимся к презентации для родителей. Она пройдет 12 марта. Так что посмотрим, как у нас пойдет запись туда. 1 марта у нас прошла трекинговая сессия ежемесячная по результатам второго месяца первого квартала. Я бы, кстати, хотел, чтобы мы по результатам Мансли сделали какие-то выводы, подвели бы какую-то черту. То есть, как мы идем в целом по квартальным планам. Потому что я на встрече отсутствовал, так как был на конференции по образованию. И хочется понять, где мы как компания находимся. А то пока у нас так встреча прошла и как бы и все. Так, новости корпоративного университета. У нас прошла встреча партнеров по обмену опытом. Перед встречей партнеров прошел тренинг по маркетингу. У нас там было бурное обсуждение его итогов. По встрече партнеров по обмену опытом, ну как обычно, это одна из самых интересных, как всегда показывает практика встреч, когда партнеры обмениваются лучшими практиками. Особенно, когда мы модерируем этот процесс, чтобы никого не упустить, не оставить без, так сказать, без внимания. Поэтому готовимся к 15 марта, когда у нас состоится конференц-кол. Напоминаю всем, что 15 марта в 15-15 будет конференц-кол всех партнеров Москва, Питера, регионы. Там также можно будет опытом поделиться и послушать лучшие практики. И благодарим Олю Осипову, которая на встрече тренеров по РСХ, порожденным с характером, поделилась своим опытом проведения тренинга, у нее уже есть запись на сентябрь. Мы говорили о том, что мы хотим начать, наверное, с апреля, уже такие, как бы, ну массово, систематично проводить тренинги в регионах по единому расписанию, чтобы клиент, который хочет пройти эту программу, заходил на специальный сайт и выбирал уже место, время и расписание. 22 марта у нас пройдет семинар «Оскара» для специалистов и помощников. Здесь, в офисе УК, однодневный, поэтому напоминаем, что еще есть места, записывайте туда своих сотрудников, а для них это бесценный опыт, отзывы, примеры отзывов мы выкладывали. На самом деле, людей реально вставляет после «Оскара». «Оскар» при «Нефе», если кто-то не знает. Поэтому 22 марта специальный, закрытый только для сотрудников «Бэби-клуба», для специалистов и помощников тренинг здесь, в нашем офисе в Москве. Завтра, 10 марта в четверг, у нас начнется здесь тренинг по обучению по теории Саши Калмановского. Единственное, я не понял, у нас это в офисе будет прямо, не онлайн, а именно здесь, да? По делу кураторов, у нас завершен 106-й интенсив по обучению для специалистов, 26 человек прошло обучение. МПС от участников составил, внимание, 86%, что очень высокий показатель. И МВП, то есть Most Valuable Player, самый открытый участник обучения по результатам этого курса, была признана Оксана Сусакова, педагог Марины Менделеевой. Я думаю, что Оксане отправится какой-нибудь диплом, подтверждающий то, что она сделала. По открытиям по клубам, у нас открыты клубы в Москве на Рассошанской, Марины Менделеевой, на Тухачевского, Ульяны Ветровой и братьев Леши. Марина Менделева. А? Марина Менделева. Менделева, Менделева, пардон. Марина Менделева и на Тухачевского клуб Ульяны Ветровой и Леши Сережи Поляковых. Также открыт клуб в Питере на улице Адмирала, не помню, какой-то Торца какого-то там, какая-то сложная фамилия у Адмирала. Короче, открыт клуб в районе Балтийской жемчужины. Я как раз случайно был в Питере на выходных, и мы с Вовой зашли и помогли в открытии этого клуба. Также провели там, я провел встречу с клиентами, которые пришли на открытие клуба. В принципе, по образцу того, что было вот здесь у нас в офисе. Я могу сказать, что очень хорошо, вот так вот, не в рамках официальной презентации, а в рамках беседы разговаривать с клиентами на открытии. Потому что, ну, на самом деле получается такой глубокий разговор, где можно рассказать, на самом деле, чем мы занимаемся. Вот не в формате открытого, какого-то официального презентационного материала, а что на самом деле мы делаем. Поэтому все рассказал клиентам и про рожденные с характером и так далее. Там тут же люди начали записываться на тренинг. Я думаю, что вот эту практику, может быть, стоит описать и делать как формат. И еще один момент, Катя, я писал тебе, что в чек-лист открытия должен попасть номер клуба порядковый, и он должен быть уже на доске в момент открытия. Например, там в Петербурге этого сделано не было. Также отдел кураторов провел 88 видеорезюме, было просмотрено и одобрено на обучение 25 человек. Так, мне здесь нужна Наташа, чтобы она мне сказала, когда у нас видеозапись закончится, потому что она уже закончится, а я буду продолжать говорить. Всего проведено 10 тренингов для клубов на запуске, и во встречах участвовали 78 педагогов и партнеров. То есть я подчеркиваю, что мы продолжаем очень сильно вот эту коммуникационную нашу среду качать. У нас постоянно идут коммуникации с партнерами, с педагогами-специалистами, с помощниками. И в еженедельном режиме мы делимся информацией и ведем обучение, реализуя на практике нашу концепцию КААС, что переводится как Knowledge is a Service. Выложили занятия для билингвальных клубов на первые 4 года занятий, и получили 4 обучающих ролика для онлайн-обучения, уже смонтированы. Срок запуска онлайн-обучения у нас стоит сейчас примерно как апрель. Мы начинаем сбор цепочки имейлов для родителей. Потому что у нас каждый день записываются люди, так или иначе, скачивая книжки на нашем сайте. Поэтому сейчас мы начнем с этой аудитории работать системно, а не просто так, как мы это делали раньше, когда эти адреса у нас валились в базу CRM. Мы хотим сейчас вводить формат кейс-клубов, мы давно о них говорим. Мы хотим, чтобы партнеры первое более тщательно изучали свои собственные показатели и в удобную упаковку оформляли кейсы со статистикой и цифрами, и, соответственно, делились с другими, когда другие могли бы этими кейсами воспользоваться для себя. Напомню, что одним из упреков к тренингу по маркетингу было недостаточное количество практических кейсов. Но мы как раз про кейсы и говорим. Здесь напоминаю, что, ребят, если вы сами не будете наполнять базу данных своими кейсами, то в этой базе данных нечем будет воспользоваться. В этот же, так сказать, в этот же огород брошу камень. Это сообщение Жени Семиной сегодня утром в группе в Фейсбуке, когда она напомнила, что при обсуждении идеи участвовать во встречах для мам, организованном сообществом, на самом деле все очень были горячо настроены и поддерживали, и по факту оказалось, что почти никто своих педагогов не присылает туда. Поэтому здесь нужно нам четко осознать, что если мы сами не будем это наполнять, оно у нас никак и не наполнится. Вышел новый инсайдер. На мой взгляд, это лучший инсайдер из всех, что я видел до сих пор. Там не хватает одного блока, я о нем расскажу, дам свой фидбэк. Но на самом деле это мне лично больше всего понравилось. Он самый большой, самый яркий, какой-то вот очень ценный. Поэтому хочется, чтобы вот эта тенденция у нас не останавливалась, чтобы выпуск нашей газеты, он продолжал выходить вот на таком высоком уровне. Напоминаю, что если кто не видел, почитайте еще в группе в Фейсбуке сообщение, что Вера Малошенкова, наша СММ-менеджер, обратилась с обращением ко всем вам. Используйте Веру, снабжайте ее материалами. В ответ она будет снабжать материалами всех нас для того, чтобы мы заполоняли наши соцсети качественным контентом, текстовым, фото, видео и так далее. Ну и продолжаем. Несмотря на то, что была короткая неделя, новостей очень много. Но сегодня у нас в офисе пройдет встреча с агентством стратегических инициатив, с их подразделением по Global Education. Будем обсуждать, какие наши совместные образовательные инициативы могут, те, которые создаются нами, те, которые могут продвигаться ими, что мы вместе, на чем мы можем сфокусироваться. Встречались с представителями компании, которая консультирует город Норильск и Норильский Никель по дальнейшему развитию региона. Одна из ниш неохваченных – это детские центры развития. Мы, скорее всего, полетим в ближайшее время на специально организованную стратегическую сессию в Норильск для того, чтобы принять участие в обсуждении, каким образом по нашей франшизе можно, скажем так, относительно массово и относительно быстро запомнить те недостающие ниши в городе, которые сейчас есть. Вот, возвращаясь, кстати, к Мацли, да, я говорил, что мне не хватает немножко итогов этой встречи. У нас лучшим сотрудником по выполнению планов квартала признана Лена Козырева. У Лены средний процент выполнения задач по всему кварталу сейчас составляет уже 72%, это за два месяца. То есть за две трети квартала сделано 72%, это превышение того темпа, который нужен. Лена, тебе большое спасибо, ты, как всегда, один из самых дисциплинированных людей. Мы, когда тебя второй раз поздравляли, делаем рождение, как раз об этом и говорим. Хвалить нужно чаще, да? Да. Напоминаем, что с нашим внешним консультантом, с Никитой Рождественским, который работает с нами сейчас, вы видели, возможно, с ним в партнерской группе, мы обозначили три задачи, которые хотим решить в этом месяце. Это создать генотип клиентов, разработать ценностное предложение, точнее описать его. Написать то, которое существует. И сформировать матрицу по отделу контроля, по отчетам по контролю результатов. Это как бы такая обратная сторона нашего списка KPI. Поэтому имейте в виду, что это может быть человек, который вам через группу может задавать вопросы, или звонить, или писать, или приезжать к вам в клуб. По франчайзингу, значит, у нас за первые дни марта поступило 40 заявок на франшизу. Не так много, но и не так мало, ну, с учетом того, что праздники нормальны. Новости от отдела HR. Мы продолжаем сбор данных о педагога сети. Информация нам необходима для того, чтобы подготовиться к аттестации. Аттестацию планируем на апрель-май. Мы хотим, наконец, среди всей нашей массы педагогов боби-клуба выявить такие портреты, какой он наш идеальный педагог. Таких портретов я лично ожидаю не один, а, может быть, два или три. Но очевидно, что все равно у нас люди подбираются по определенному типу, ну, с определенным психологическим и таким моральным фоном. Вот сейчас вижу перед собой людей определенного типа. Все какие-то грустные сидят одинаково и смотрят куда-то вниз. Наверное, после праздников как-то почувствовали спад внимания к себе, как к женщинам. Будем сейчас, да, будем мы. Вы, когда вам вчера говорили, что вы все можете 8 марта, знаете, вы можете все не только 8 марта, но и 9 марта. Поэтому информацию нужно пересылать Ане Московской. И информация очень важная, потому что я бы даже сказал, что впервые за много лет работы компании мы, наконец, решили систематизировать это с целью выявить четкие, измеримые, статистические портреты. Мы разрабатываем медийные стандарты по работе с порталом HeadHunter. Когда закончим их разрабатывать, то предложим вам шаблоны вакансии специалистов и помощников. Ну и, конечно, общие стандарты по оформлению страниц на сайте. У нас в пятницу был день встреч. По-прежнему, как компания, мы являемся таким центром протяжения для разных внешних провайдеров, продавцов разных товаров и услуг. И к нам кто только не обращался. И сейчас были там и фетровые куклы, и сказки индивидуальные для детей. И, может быть, мы поучаствуем в съемках, может быть, пока не знаю, какой конфигурации, съемках голливудского фильма, может быть. Мы разговаривали в пятницу с продюсером, который будет снимать голливудский фильм. И одна из тем для обсуждения, это что детская тема какой-то линии боковой пройдет в этом фильме, и, может быть, даже на основе бэби-куба это сделано. Развивающие пособия WaitToy мы планируем. Сейчас выпуск такой коллаборационной совместной коробки с этими пособиями. Мы их используем у себя, тем сделать сейчас в своем дизайне. Встречались с агентом, который занимается диджитал-продвижением, таким комплексным некоторых известных, очень не хочу сейчас пока говорить, не буду секретик раскрывать, некоторых очень известных мультипликационных российских брендов. Пришли такие хорошие ребята, говорят, вы прям шиперические, но вы вообще ничего не делаете в диджитале. Я их пока отправил делать домашнюю работу и сделать какое-то предложение для нас. Но в эту сторону мы смотрим для того, чтобы в цифровой среде уже продвигаться как-то более осмысленно и более комплексно, а не так обрывочно, как сейчас. Туда же у нас идут и разные производители детской одежды, в том числе одежда для новорожденных. Со всеми этими компаниями мы сейчас смотрим, в какие кооперации, коллаборации мы можем вступать, при условии, что мы хотим делать только те совместные вещи, которые являются очевидными выгодами для сети и в правильном позиционировании нас как компании доходят до наших клиентов. И напоследок, дни рождения. Дни рождения у нас 3 марта. Знаете, кстати, про дни рождения, вот хочу сказать такую вещь. Вот мне в Facebook каждый день присылает список, у кого сегодня день рождения. И бывают некоторые списки, что я всех этих людей знаю, они реально являются моими друзьями, или я с ними встречался, с знакомыми. А бывают дни, когда всех, кто он присылает, я вообще никого не знаю. И я понимаю, что на самом деле рождаются люди какого-то определенного типа в какой-то определенный день, а в другой день совершенно другого типа. И они у меня во френдах, но в личное общение, например, со мной не попадали никогда. Поэтому, может быть, эти дни, они не случайны эти дни. Но вот сейчас по похожим датам мы можем понять, кто из сотрудников нашей компании, из партнеров, возможно, как-то похожи друг на друга. У нас 3 марта у двух человек было дни рождения. Это у Леши Колмыкова и у Марины Третьяковой. У нас 4 марта родилась Катя Подшивалова. 5 марта Дарья Казакова. 6 марта тоже два человека. Ольга Островская и Леша Авдюшкин. И 8 марта Лена Новик, клуб которой, напомню, в 2015 году был признан лучшим открытием года за наиболее суперечеркий ремонт и интерьер. Поэтому всем этим именинникам можно сейчас дружно поклопать. Желаю вам короткой, но очень эффективной рабочей недели. И не забывайте про силу маленьких шагов. Продолжение следует...